Здравствуйте, уважаемые огородники и садоводы, подписчики и зрители канала Процветок. В этом видео я, Пашкевич Анна, расскажу о поливе томатов. Время идет к лету, томаты высажены, активно принимаются в теплицах в защищенном грунте, наращивают вегетативную массу и, конечно же, нуждаются в обильном поливе. Существует несколько видов основных поливов. Это дождевание, орошение, полив под корень и капельный полив. Дождевание, как и дождь, имеет преимущество в виде увеличения углекислого газа в почве, но, в свою очередь, имеет существенный минус. После дождевания резко возрастает вероятность того, что будут развиваться различные бактериальные и грибные инфекции, на наших томатах. Поэтому, если вы совершаете дождевание, то необходимо его совместить с обработками, направленными на профилактику развития грибных и бактериальных заболеваний. Например, совмещать дождевание с препаратами на основе триходермы. Такой препарат называется триходермин. Препаратом на основе стенной палочки. Например, фитоспорин или белорусский бактовен. Также можно пользоваться бактериальными препаратами на основе бактерий из рода энтерококус, энтеробактер, азотобактер. Например, такие препараты, как мультифак и микохелп. Полив под корень также можно совмещать с профилактическими обработками от грибов и близнетворных бактерий и совмещать с различными видами подкормок. Объем воды, который вы будете помещать под корень, напрямую зависит от типа почвы, фазы роста и развития растения. В среднем нормы такие. От момента высадки рассады до начала цветения из расчета 3-4 литра под каждое растение. На начало цветения до обильного цветения и начало плодообразования увеличиваем количество до 8-10 литров. И с наступлением обильного плодоношения постепенно сокращаем объем жидкости до 5-6 литров. Самым удобным, экономичным является капельный полив с использованием капельной ленты. Если еще почву предварительно замульчировать скошенной травой или сеном, будет развиваться сеная палочка, которая вместе с капельным поливом полностью исключит развитие фитофтороза в ваших теплицах. Капельный полив можно организовать самостоятельно. Скорее всего это будет модифицированный капельный полив под корень. Для этого рекомендую использовать 5-литровую бутылку, у которой предварительно отрезать дно, проделать отверстие, поместить ее горлышком вниз без пробки у корня растения, углубить и наливать туда как воду, так и питательные растворы. Томаты относятся к весьма гибким овощным культурам. Чем интенсивнее мы поливаем наше растение, тем больше происходит нарастание корневой системы поверхностной, которая проникает в теплые поверхностные слои почвы. Если же мы ведем поливы менее интенсивно или реже, растения вынуждены искать воду и корневая система постепенно углубляется и переходит в более глубокие холодные слои почвы. Поскольку мы выращиваем томаты путем рассады, после двух предварительных пикировок, высаживаем ее в грунт, повреждая таким образом корневую систему, мы искусственно стимулируем развитие поверхностного нарастания корневой системы. Более глубокая корневая система будет характерна для томатов, которые выращиваются безрассадным способом или прямым высевом, например, в южных странах. Там растения растут под пылящим солнцем, зачастую в песчаных почвах, но за счет более глубокой корневой системы развиваются и плодоносят. Как часто осуществлять полив томатов подскажут сами растения. Важный признак это потеря тургора листьями и их постепенное опускание, которое будет сигнализировать о том, что пора поливать. Не стоит впадать в крайности, поливать по 40-50 литров раз в месяц или ходить на протяжении дня и поливать 4-6 раз одним стаканом. В среднем нужно вести полив один раз в 2-3 дня. Какая должна быть температура воды при поливе томатов? Томаты в целом способны выдерживать холодную воду, особенно если речь идет о капельном поливе. Если наблюдается ситуация холодная вода и горячий воздух, растения однозначно получают стресс, после которого они долго восстанавливаются и мы теряем урожай. В целом температура, при которой необходимо поливать томаты в воде, должна составлять порядка 22-24-26 градусов. Такая предельно летняя или теплая вода. Во время свесения воздух в теплице стоит подсушивать до влажности 55-60%, поскольку завязывание плодов хорошо наступает именно в сухую погоду. Если же влажность воздуха будет ниже 50%, влажность почвы ниже 70%, то можно прибегнуть к такому агротехническому приему, как дождевание, для того, чтобы увеличить влажность в ваших теплицах. Поливать растения лучше рано по утру, часов до 9 или вечером часов после 8, то есть без активного солнца. Если вы запланировали какие-либо подкормки, то томаты необходимо пролить интенсивно за 1-2 дня до их проведения, для того, чтобы они обрели хороший туркар. Также не следует думать о том, что томаты трескаются из-за большого количества поливов. Это происходит по той причине, что сначала почва сухая, затем мы ее проливаем. И вот такие колебания в отношении влажности приводят к тому, что плоды интенсивно трескают. Надеюсь, что этим коротким видео мы помогли вам сформировать правильное понимание о том, как следует поливать ваши томаты. Всего вам доброго и до встречи на канале Процветок! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok